Что делать, если вас коснулась проблема домашнего насилия? Как с ней бороться и куда обратиться за помощью? Эти и другие вопросы полицейские разъясняют представительницам слабого пола. Как показывает практика, чаще всего от сиранов страдают именно женщины. В Северном Казахстане с начала года произошло более 20 конфликтов в сфере семейно-бытовых отношений. Подробности в материале пресс-службы областного департамента полиции. Зачастую все бытовые правонарушения совершаются под воздействием спиртного. С начала года в области вынесено более тысячи предписаний в отношении домашних тиранов. В ходе акции стражи порядка усилили адресные проверки исполнения защитных предписаний. Реагируют полицейские и на вызовы. К примеру, сегодня в участковый пункт полиции номер 5 обратились соседи, гражданина 1975 года рождения, о том, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. При этом в отношении него от 18 мая 2020 года вынесено защитное предписание. К сожалению, не все нарушители относятся к защитным предписаниям всерьез. Мужчина не отрицает, что выпил. Разговор приходится продолжить в участковом пункте полиции. Многие не видят или не хотят видеть в этом проблему. Между тем, с начала года в Северном Казахстане совершено 24 преступления в сфере семейно-бытовых отношений. В основном это нанесение телесных повреждений, порой представляющих угрозу для жизни. В ходе акции полицейские разъясняют женщинам, что они не должны рисковать жизнью и здоровьем и при необходимости всегда могут обратиться за помощью по номеру 102 или же в группу защиты женщин от насилия по номерам 39 48 56, WhatsApp 8 708 432 45 61. Готовы поддержать их и в Центре поддержки женщин, а именно предоставить убежище на полугодичный срок, оказать юридическую и финансовую помощь. Главное здесь не считать, что всё образуется само собой и суметь сделать шаг навстречу новой жизни. Анна Куликова при содействии пресс-службы областного департамента полиции.